Знаете, ничего не изменится, пока власть придерживается той точки зрения, что оппозицию нужно ограждать от власти, а власть нужно ограждать от оппозиции. Очень большой блок избирателей, многомиллионный блок, фактически не имеет никакого влияния на результаты выборов. Не имеет доступа на федеральные каналы, не имеет реального таким образом доступа к политической агитации, не имеет своего представительства в представительных органах власти, то есть в Государственной Думе и законодательных собраниях региональных. Это в конечном счете может привести к очень серьезным и очень негативным результатам, к тому, что оппозиция, которая в принципе предлагает какие-то варианты реформ, как в любой нормальной стране, она радикализируется, потому что у нее не будет другого выхода. Если у нее нет легальных возможностей влиять на власть, то она будет прибегать к нелегальным. Власть таким образом загоняет оппозицию в маргинальную область, в нелегальную, в радикальную, а оппозиция не столь малочисленна, она не ограничивается теми десятками тысяч человек, которые время от времени уходят на площадь. Это наиболее активная ее часть. А есть огромное количество недовольных, которые голосуют ногами, которые уезжают из страны, которые вообще уходят из политики, не ходят голосовать, но в какой-то момент они могут разозлиться, особенно в условиях экономического кризиса, и проявлять активность, и проявлять ее совершенно не тем способом, который бы нам с вами понравился. Поэтому я считаю, что нужен обязательный доступ, так или иначе, недовольных на выборы. Сейчас этого доступа нет. Все, что сейчас изображается таким образом, это имитация свободных выборов на самом деле, потому что административный ресурс, который употребляется, огромен, и он фактически делает эти свободные выборы несвободными. Спасибо.